Турция. Ударный вертолет с собой двухмоторный БЛА-1 Супер Чобра. Техника армии США. Турецких вооруженных сил БЛА-1 Супер Чобра представляет собой двухмоторный ударный вертолет на основе армии Соединенных Штатов С одномоторного А1 Чобра. Семейство близнецов Чобра, которое само является частью более крупного семейства Уэй, включает 1 Йо Циа Чобра, 1 ТМ Провет Циа Чобра и 1 У Супер Чобра. 1 У был основой парка ударных вертолетов корпуса морской пехоты США на протяжении десятилетий, пока на его место не пришло новое поколение БЛА-1 Зевипер. Турция. Турция купила 10 Супер Кобра-1W в начале 1990-х годов и дополнила их 32 Кобрами бывшей армии США-1. 1 использовались против повстанцев рабочей партии Курдистана, РПК. В конце 2011 года Турция запросила покупку 3Х1W из запасов УСМЧ-Дизайн и разработка 1 Чобра был разработан в середине 1960-х годов как временный боевой вертолет для армии США для использования во время войны во Вьетнаме. Чобра использовала проверенную трансмиссию, роторную систему и турбовальный двигатель Т-53 АТУ-1УИ. К июню 1967 года был доставлен первый А1ГУЕ Чобрас. В период с 1967 по 1973 год компания Белл построила 1116 самолетов А1Г для армии США, а Чобрас отработали более миллиона часов во Вьетнаме. Корпус морской пехоты США был очень заинтересован в одном Ге Чобра, но он предпочел двухмоторную версию для повышения безопасности операции над водой, а также хотел более мощное оружие, установленное на башне. Сначала Министерство обороны отказалось предоставить морским пехотинцам двухмоторную версию Чобра, полагая, что общность с армейскими 1Г перевешивает преимущество установки другого двигателя. Однако морские пехотинцы победили и в мае 1968 года заключили с Белл контракт на поставку 49 двухмоторных А1ЁЦИА Чобрас. В качестве временной меры армия США передала морской пехоте 38А1Г в 1969 году. А1Ё также получил более мощную орудийную башню. Он отличался трехствольной 20ММ пушкой ХМ-197 на базе шестиствольной пушки М-61 «Волчан». Корпус морской пехоты потребовал от Чобра больше грузоподъемности при высоких температурах в 1970-х годах. Белл использовала систему модели 309 для разработки 1Т. Эта версия имела удлиненную хвостовую балку и фюзеляж с модернизированной трансмиссией двигателями от 309. Белл разработала 1Т, чтобы он был более надежным и простым в обслуживании и в полевых условиях. Версия получила полную возможность ракеты ТАУС-системы целеуказания и другими датчиками. Усовершенствованная версия, известная как 1Т+, с более мощными двигателями Т-700, Г-700 и усовершенствованной авионикой, была предложена Ирану в конце 1970-х годов, но свержение иранского шаха привело к отмене продажи. В начале 1980-х годов Корпус морской пехоты США искал новый военный морской вертолет, но в 1981 году Конгресс отказал ему в финансировании покупки А-64 «Апачи». Морские пехотинцы, в свою очередь, преследовали более мощную версию 1Т. Другие изменения включали модифицированные системы управления огнем, позволяющие нести и стрелять ракетами АМ-9 «Сидиуиндер» и АГМ-114 «Элфири». Новая версия финансировалась Конгрессом и получила обозначение А-1В. Всего было поставлено 179 новых вертолетов А-1В «Супер Чебрас» и 43 модернизированных А-1Т. 5. Позже демонстратора А-1Т-Плюс и прототип А-1В были испытаны с новой экспериментальной системой несущего винта из композитных материалов с четырьмя лопастями. Новая система обеспечивала лучшую производительность, пониженный уровень шума и повышенную устойчивость к боевым повреждениям. Не имея контракта с УСМЧ, Белл разработала эту новую конструкцию в одном зе на собственные средства. К 1996 году морским пехотинцам снова не разрешили заказывать А-64. Разработка морской версии «Апачи» была бы дорогостоящей, и вполне вероятно, что корпус морской пехоты был ее единственным заказчиком. Вместо этого они подписали контракт на модернизацию А-1В до А-1З. 4. Виппер Белл А-1З включает в себя несколько конструктивных изменений. Два модернизированных крыла А-1З стали длиннее, и в каждом из них добавлена станция законцовки крыла для такой ракеты, как АМ-9 Сидюиндер. У каждого крыла есть две другие станции для 70 мм, 2,75 дюйма, ракетных блоков и брейли 4-гранной ракетной установки АГМ-114 и Алфири. Радар Лангбоу может быть установлен на станции на законцовки крыла. Версия А-1В была выведена из состава морской пехоты в октябре 2020 года.